Приветствую вас. Как ни странно, но при ваших симптомах, при вашей проблеме, при вашей ситуации редко ведется разговор непосредственно о ней самой, как таковой. Гораздо чаще, гораздо более важно, более важно говорить о других аспектах данной истории. Ну, например, о том, например, о том, как часто вы себя чувствуете в безопасности. Например, о том, насколько развито в вашем, скажем так, кругу манипулирование. Насколько много и часто вы делаете какие-то вещи, допустим, для себя. Делаете ли вы эти вещи для себя или нет? Как много, как часто, как много вы ориентируетесь, опять же, не на себя, да, а на других людей. То есть, ну, в своем мнении, в своих позициях, как часто вы это делаете, если делаете. С чем это связано? Вот, нужно понимать, что при любом раскладе, при любом раскладе, лишний вес как таковой, практически всегда, всегда, практически, всегда выполняет определенную функцию, и эта функция, она является непосредственным проявлением ваших желаний. Например, через лишний вес вы можете, допустим, получать необходимое количество радости эндорфинов в свою кровь. Как вариант. Как один из вариантов. Например, лишний вес, а точнее, пищевое поведение, способствует отвлечению от проблем, в которые вошли. Например, лишний вес может способствовать тому, что вы, допустим, ни с кем не сближаетесь. То есть, это как бы такая защита, да, такая физическая и эмоциональная защита от близости. Боитесь близости. А близости вы боитесь по причине. Например, например, повозь, что в вашей семье, в вашей среде близости, близость эмоциональная и духовная, она характеризуется, ну, скорее всего, негативно, скорее всего, каким-то контекстом не всегда понятным, не всегда приятным. Позитивным. Вот. Ну и, соответственно, это на вас влияет. Из близости вы боитесь от близости, вы не видите ничего хорошего для себя. Вот. Наконец, лишний вес защищает, защищает от опасностей. Вам, по крайней мере, так может казаться. То есть, если у меня есть близний вес, думаете вы, значит, я себя чувствую комфортно. Вот. Без близнего веса вы, че, вы будете чувствовать себя некомфортно. Вот. То есть, тогда, конечно, вы хотите, возможно, похудеть. Вот. Но, но история, это, на мой взгляд, совсем не та же самая. Что-то, это не та же самая, что вы хотите похудеть. Вот. И здесь, конечно, нужно анализировать как следует. То, что с вами, ну, происходило, то, что с вами было, то, что вы переживаете сейчас. Обратите внимание, вместе с тем, на то, еще. А, что? С одной стороны. С одной стороны. Пищевое поведение, это потребность в любви. То есть, чрезмерное потребление пищи, да, вот. Вот. Это оральное поведение, считается. Оральное поведение, это потребность в любви. То есть, это все относится к этой истории. Алкоголизм. Вот. Игрома. Нет. Игрома не на суду. Алкоголизм. Тобак. Тобак. Курение. Вот. Это, вот, а, вот, 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 вся история про это. Нет. Это вся история про потребность в любви. Вот. И, соответственно, именно в, в этой, в любви вы не удовлетворены. То есть, вы себя до конца не принимаете. А дальше. Следующий аспект, который хочется вам сказать, да, хочется до вас донести. Это то, что, вот, многие люди, очень многие люди, которые имеют похожую проблему. Ну, по типу, по типу, вот, вашей проблемой. Очень многие люди. Они хотят похудеть. Но, они не совсем понимают, зачем им худеть. То есть, вот, вроде как, да, вроде как, они не хотят похудеть. Вроде как. Но, для чего? Для чего им худеть? На это, вооборот, они ответить, как правило, не в силах. Не могут. И я думаю, я думаю, что вам нужно, эм, также определиться с, эм, с целями. Чтоб, вот, если вы хотите похудеть, да? Что, зачем? Как вы будете использовать? Эм, тот факт, что вы похудели. Голос. Ну, конкретно. И все. Вот. То есть, речь, речь о самом похудении здесь не идет. Речь идет о формировании у вас к себе адекватного отношения. Речь идет об ограничении себя от других людей. Вот. То есть, речь идет о том, чтобы вы отграничили, эм, вот, что сказать. Ну, чтобы отграничили, да, вот, есть вы, а есть, а есть другие. Вот. Чтобы вы четко понимали, где вы, а где другой человек. У вас не было с этим, с этим, эм, сложности. Вот. И дальше нужно уходить в контакт с твоими чувствами, контакт со своими желаниями. Вот. Контакт со своими эмоциями. Вот. Смотреть, какие, какие эмоции вы в себе, например, подавляете, их почему. Вот. Какие эмоции вы выращиваете, значит, ну, какие эмоции вы выращиваете сами. И, тот же вопрос, почему. Вот. Это вот то, что вам нужно, то, на что вам нужно ответить. Ответы. Это те вопросы, на которые жизненно важно, жизненно важно. Найдя ответ. Вот. И ответ ты, на который я, поможет, поможет вам увидеть, несколько с другой стороны, вашу проблему, и начать уже с ней, что кто-то делал. Вот. И советам здесь особо, особо нечего вам сказать, потому что, никакие советы вам, в данном случае, не помогут. Вот. Это нужная индивидуальная работа, я тут только описал какие-то, вот, отдельные проблемы, отдельные, эээ, причины, по которым у вас, эээ, может быть, подобная симптоматика, а может и не быть. Вот. Вы пишите, что эээ, вы думаете, что, эээ, дело не только в этом, и, в этом смысле, вы правы, потому что, дело все, эээ, действительно, дело все действительно, не только в этом, то есть, эээ, не только в том, что у вас, вот, постоянные переедания, но дело все и в том, к чему, эээ, что, эээ, что вас к этому привело. Вот. И в этом смысле, эээ, вы, конечно, эээ, весьма, эээ, большая молодец, что, сами, сами, аээ, почувствовали, сами ощутили, что, проблема лежит несколько, глубже. Вот. А не только, вот, непосредственно, ну, а не только непосредственно, ну, вот, не только непосредственно, непосредственно в факте вашего передания. Вот. Поэтому, я думаю, что, эээ, есть у вас, эээ, потенциал, есть все, эээ, шансы, эээ, нормализовать свое психическое и физическое состояние. Вот. Я специально не говорю о таких вещей, как, например, побороть, да, там, ничем бороться мы не будем. Вот. Любая, любая борьба, это подавление. Вот. Нам с вами подавление не подходит, вот. Поэтому давайте, эээ, именно от подавления и борьбы с чем-либо мы откажемся, а будем наоборот, наоборот идти по пути. Раскрытие ваших желаний, вот, и, соответственно, их реализация. Это, вот, то, что, действительно, принесет вам пользу. Это, вот, действительно, даст вам позитивный результат. Вот. Но, здесь нужно работать. Значит, эээ, для начала, эээ, в качестве, эээ, такого, трамплина, эээ, я предлагаю вам упражнение по, эээ, значит, даже не упражнение, а такое упражнение, как бы, по чувствам, да. Просто, эээ, составьте для себя, эээ, список чувств, которые вы себе подавляете. Вот. Составьте список чувств, которые вы себе подавляете. Определите причину и аргументы. То есть, точнее, не причину и аргументы, а форму и аргументы. То есть, вот, как я свои чувства подавляю, если, если подавляю. Вот. И почему я это делаю. И какие я чувства подавляю. Ну, то есть, чтобы вы, прям, вот, конкретно могли сказать, какие чувства вы подавляете. И почему. Вот. Почему, почему вы считаете, что их нужно, нужно подавлять. Вот. Вот эти ваши, ваши чувства. Где у кого вы, эээ, может быть, научились это делать, да, то есть, ну, где у кого вы научились, научились, эээ, подавлять свои чувства. Вот. То есть, это, вот, очень важный момент. А, значит, в качестве начала, я думаю, было бы неплохо. Дальше уже посмотрим. А можно ещё дать вам такую рекомендацию, да, что, вот, просто посмотрите, эээ, на себя, да, вот, посмотрите на степень вашей, ну, скажем так, посмотрите на то, чем вы занимаетесь. Да, вот, эээ, свобода, свобода. То есть, где есть свобода, где присут, где присутствует свобода. То есть, я хочу, эээ, я хочу сказать, да, я хочу сказать, что, эээ, где вы свободны в своём поведении, вот, а где нет. То есть, где вы делаете, эээ, то, что вам хочется. То есть, где вы сами принимаете решение, например. А, где, эээ, этого не происходит. И, если этого не происходит, да, то, соответственно, эээ, какие у этого основания, да? То есть, если это не происходит, то, почему этого не происходит? Почему вы не свободны, вот, в, в, в своих действиях? Почему вы, эээ, сами не принимаете решения? Почему, почему вот это всё происходит? Вот это вот, эээ, мне кажется, очень, эээ, такой, важный момент. А, эээ, если мы хотим, опять же, разобраться, вот. Для начала, вот, определитесь с этими аспектами. Для начала. Сначала определитесь с этими аспектами, это очень важно. Это очень важно для вас. Чтобы вы, эээ, увидели себя, может быть, немножечко такой, вот, другой стороны. Чтобы вы себя лучше, эээ, понимали. Чтобы вы в себе лучше разбирались, да? Где, где у вас, эээ, значит, всё в порядке. Где у вас не всё в порядке. И если у вас где-то не в порядке, то, соответственно, будем делать, эээ, так, чтобы было в порядке. Вот. Ибо выбора у нас, эээ, с вами все равно нет. Вот. Ну, в принципе, так можно вам ответить. Наш вопрос, который, который вы задаете. То есть, эээ, конечно, чисто, формально вопроса никакого нет. Вы даже, не, вы даже не знаете, чего вы хотите. Вот. Поэтому, есть в некоторой степени риск того, что, всё, что я сказал, вы просто, эээ, определите, как то, что вам, ну, может быть, не нужно, неприятно, или не нравится. Вот. Но я надеюсь, что вы поступите более благоразумно и не будете сказать так вот, то, что я говорю, потому что, совершенно очевидно, что, эээ, традиция, которую вы, придерживались раньше, придерживались, наверное, она, вообще дальше, очевидно, не работа, к сожалению. Вот. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь поменялась, да, если вы хотите, чтобы в ней что-то изменилось, то для этого нужно подлагать в себя. Вот. Это то, что я хотел вам, наверное, наверное, сказать, это всё, что я хотел вам сказать, пока, пока что, на данный момент. Вот. Для решения проблемы, проблемы вашей, нужна терапия, нужна индивидуальная работа. Обращайтесь к любому из психологов, кто вам понравится. Вот. Только не затягивайте с этим, потому что ситуация может усугубиться. Вот. И результаты будут обязательны. Результаты обязательно будут. Вот. Вы молоды. Вы молоды. Так что, я думаю, результаты будут. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.